Добрый вечер! Сегодня еще раз у нас опять-таки гость. Гость в студии у меня большая редкость, Сергей Асланян, экипаж. Экипаж это не всегда удовольствие для одного человека, иногда это бывает парный экипаж, хотя в некоторых танках бывало и до пяти человек, в бомбардировщиках 17-20, ну и так далее. Сегодня в студии гость Евгений Константинов, он журналист и путешественник. И самое примечательное то, что совсем недавно, тайком от англичан, сейчас поясню почему именно от англичан, он съездил в Якутию и свозил с собой туда немцев. Женя, здравствуй! Здравствуйте! Да, заодно сразу все. Жень, пока ты совершал подвиги в районе Якутска, англичане из фирмы Jaguar провозгласили Доусон полюсом холода, зафиксировали там абсолютный мировой рекорд крайне низкой температуры минус 47 и совершили там подвиг. А именно приехали и покатались там на своих машинах. В Якутии сколько было? Ну, в Якутии в этот приезд было минус 59. Ну, это не рекорд. Это совсем не рекорд. В общем-то, Сергей Владимирович Обручев в 26 году зафиксировал там минус 68,8 и рассчитал, что, в принципе, там может быть минус 71,2. Ну, Верхоянске-то вообще-то зарегистрировали 82, но англичане не учились в нашей школе, поэтому они не в курсе. У них там был свой подвиг, тем более в Канаде. Женя, расскажи, а что тебе понесло-то и тебя, и немцев в Якутию зимой? Там же холодно. Ну, собственно, это и понесло. Была такая интересная задача, это были не просто немцы, а немецкие телевизионщики, которые ехали туда снимать документальный фильм о том, как живут люди в самом холодном обитаемом поселке мира. А, то есть они все-таки знают, что не Доусон. Они все-таки знают, что не Доусон, они знают, что не Верхоянск, потому что вот это вот минус 89 в Верхоянске, это тоже было рассчитано теоретически и не подтверждено ни на одной метеостанции. Но трупы не признались. Ну, в общем, да. Но это тема для отдельного разговора, где холоднее. Там была сломана масса копий, было написано... А уж градусников-то сколько сломали. Да, градусников, было написано масса диссертаций на эту тему. В общем, народ на этой теме хорошо поднялся, рассчитывая, где Верхоянск, где Тамтор, где Аймекон и где должно быть холоднее. В общем, сейчас официально якутские власти считают, что все-таки самая холодная точка это Верхоянск, хотя Аймекон всячески это дело оспаривает. Вот. И сейчас вот на научной конференции последние в Якутске были проведены неопровержимые данные по данным Петербургской обсерватории о том, что именно Аймекон должен быть все-таки признан самым холодным обитаемым местом нашей планеты. Что-то мне подсказывает, что это было не последний раз, когда они собрались обсудить низкий градус. Ну, наверняка. Есть ощущение, что это на самом деле градус русской водки, с точки зрения иностранца, потому что при таких температурах ведь не выживают. Ну, при таких температурах водка просто замерзает. Ее можно наконец-то грызть, как по анекдоту. Да, то есть водкой можно закусывать. Ну, так а немцы-то откуда взялись? А, немцы взялись с телестудией «Максимус Фильм», такая, в общем, небольшая телестудия в Баварии, которая занимается производством различных документальных фильмов. В теплой Баварии. В теплой Баварии, да. И, в общем-то, я с ними знаком уже не первый год. Мы с ними делали и другие проекты, но в гораздо более теплых и более обитаемых уголках земного шара. А здесь они позвонили, попросили организовать вот такой фильм в самом-самом холодном месте Земли. В самый-самый холодный день, в самого холодного месяца. Да, они не просто так туда собрались, они подготовились. Они прочитали все, что они знают о холоде и о Якутии. И отправились туда снимать три фильма. Причем, я так понимаю, читали они о холоде по мемуарам тех, кто выжил под Сталинградом? Ну, естественно. Потому как, собственно, вся эта наша эпопея в разгар юбилея Сталинградской битвы-то и происходила. Ну, конечно. То есть это те самые немцы, которые должны были всем последующим поколениям немцев объяснить, что не надо с русскими связываться. Ну, это их внуки. Потому что вот мой хороший друг Матя Сьешки, немецкий путешественник, когда я его спросил, как и зачем его вообще понесло в Россию, в Якутию, во все холода, он мне сказал, я с детства слышал о вашей стране. Мне было очень интересно, мне о ней рассказывал дедушка. Я спросил, а что же твой дедушка делал в нашей стране? И он так многозначительно ответил, он здесь служил в армии, на танке. Ну, да, это же папа Римский был в Гитлерюгендефаустником, а некоторые на танке катались. Нормально. Ну, так это было путешествие ведь явно не пешеходное. Ну, естественно, нет. Естественно, это было совсем не пешеходное путешествие. Но для целой телегруппы в составе 14 человек с шестью камерами и всяким другим оборудованием у нас был жилой КАМАЗ. Вахтовка с кунгом, теплая, с двумя печками дополнительными. Буржуйка была? Нет, буржуйки не было. Отопители были дизельные? То есть, отопители, да, были воздушно-дизельные отопители. А машина одна была? Одна машина была. То есть, вы рискнули поехать по нашей стране на одном автомобиле без прикрытия? Да, причем этот автомобиль был отечественной марки КАМАЗ. Ну, и как КАМАЗы там? Ну, КАМАЗы там живут. Собственно, в целом все ничего, кроме одного момента. Немцы мои немножко прогневали местных духов. И по пути назад в Магадан, откуда нам надо было улетать, на нашем замечательном КАМАЗе развалились подшипники в ступице заднего моста. И при минус 55, вот мы все это дело перебирали. Как по родному, близко к сердцу это звучит. А мы перебирали, что немцы тоже перебирали? Ну, разумеется. То есть, тот же Матис очень активно принимал в этом участие и всячески помогал. Не погиб? Нет. Голыми руками? Ну, в перчатках. В тепленьких? В тепленьких. Маршрут огласи, откуда, куда вы двигались? Значит, мы двигались из Магадана по Колымскому тракту с заездом во всякие интересные места на этом Колымском тракте исторические. Собственно, мы доехали до Амикона, там прожили две недели, сняли три фильма и вернулись практически тем же самым путем. По Зимнику? Нет. Это круглогодичная федеральная трасса Колыма. Это та самая трасса Колыма, которую мы собираемся в ближайшее время еще и даже реконструировать. Ну, там ее, по-моему, вот как начали строить в 32-м году, так до сих пор и продолжают, и строят, и реконструируют. Она имеет твердое покрытие? Твердое... Асфальт там есть? На выезде из города Магадана. Сколько метров? Я думаю, что порядка километров ста. А дальше гравийка. А дальше гравийка. Но сейчас все это занесено великолепным покрытием из укатанного снега и льда, поэтому дорога очень ровная, очень хорошая. Все чудеса и приключения начнутся уже потом в апреле, когда эта дорога начнет таять. Географически просто опиши для тех людей, которые там никогда не были, я надеюсь, никогда не будут. Там вообще что? Ровная, как стол тундра? Или там скалы, как в Альпах? Нет. Значит, это дорога, которая идет через отроги Хребта Черского и отроги Верхоянского хребта. То есть это в основном горы. То есть неровно? Это совсем неровно. Там все как в настоящих горах. Там есть заснеженные вершины, там есть фантастические красоты виды, есть серпантины. Вот с перевала можно смотреть вниз и считать петли этого серпантина практически как в Альпах. И загадывать желание. Выживу, не выживу. Ромашку устраивать. Немцев это вдохновило? Они это увидели, будучи неподготовленными? Они не ожидали, что наша страна такова? Или они, например, в Швеции было интереснее? Ну, нет. Они, на самом деле, мало чего представляли о нашей стране. По крайней мере, основная часть съемочной команды. И, в общем, впечатлений им хватило. Разнообразно. И кадров, и фильмов. И кадров, и фильмов. А дорога обитаемая? Там вообще кроме вас кто-нибудь еще шевелился? Ну, дорога обитаемая. По ней же все время кто-то ездит, ввозит различные грузы на рудники, на прииски. То есть там же добывающая промышленность вовсю копает, добывает, перерабатывает золото, серебро, олово, медь и другие полезные металлы. Но основное транспортное средство там грузовик. Естественно, да. Основной легковой транспорт это Буханка, которая курсирует там в режиме маршрутки между поселками и городами. И, в общем-то, дорога занимает 2000 километров. Она идет из Якутска в Магадан, по пути заходя в такие поселки, как Хандага, Теплый Ключ, Сусуман, ну и всякие такие названия, которые здесь в Москве большинству просто неизвестны. — Ну, на Сусумане в свое время была испытательная станция АЗЛК, где катали машины на ресурс при отрицательных температурах. Одна была в Каракумах, другая была на Сусумане. И туда по разнарядке отправляли инженеров, испытателей, водителей-испытателей. Они потом приезжали с выпученными глазами и почему-то очень долго ничего не рассказывали. Они просто переводили на русский литературный язык впечатление. Но, правда, мотор они там не глушили. — Мотор в сентябре запускался, и в следующий раз его можно было выключить, по крайней мере, на легковой машине, где-то к маю. — Ну, в принципе, да. Если не держать машину в теплом гараже, то так и есть. И мы на нашем КАМАЗе мотор тоже не глушили всю дорогу. Вот как мы из Магадана выехали, так только доливали солярку. — А за рулем кто был? — А за рулем был человек, который за этот КАМАЗ отвечал. Ну, то есть мой магаданский друг Игорь, который на этом КАМАЗе работает. Ну, и я с ним менялся. — То есть Игорь на самом деле местный, адаптированный, знающий дороги и разбирающийся в технике. То есть поэтому у вас был механик-водитель и ты. Сейчас мы прервемся на новости и рекламу, потом начнем в подробностях обсуждать Сусумана. Мы продолжаем разговор с Евгением Константиновым, журналистом и путешественником, который возил на Колыму, померзнуть группу немецких документалистов, снявших в результате фильм о том, как замечательно и комфортабельно живем мы во глубине сибирских рук. Жень, ну, поподробнее, как вы там с Морозами-то боролись? — Ну, с Морозами боролись по-разному. Все в меру своей подготовленности. Но в первый же день объяснить немцам, что русский Мороз — это, в общем, все фигня, пришлось на своем примере. Просто взял их на слабое и сказал, «Ребята, а вот сейчас мы все разумимся, будем ходить здесь босиком». Они сначала посмотрели на меня как на ненормального, сказали, ну как, там на улице полтинник, а ты босиком ходить. Я говорю, ну, правильно, потому что если босиком стоять, то примерзните. Поэтому быстро разделись и пошли. — Они поверили тебе? — Они поверили. — Ты на дудочке не играл, как в одной сказке? — Нет, я не играл на дудочке. Я сказал, что «А кто не пойдет, тот просто тряпка, тот не достоин вообще звания почетного полярника». — И вообще не немец? — И вообще не немец. Да, и, в общем, они все совершенно замечательно у меня выскочили побегать по снегу. — Глазки выпучили? — Ну, так, слегка, да. — Шорстка дыбом встала? — Ну, а как же? — А цвет какой был? Позеленели ребята, нет? Или розовым покрылись? — Да нет, в общем, ничего страшного не случилось. — То есть инфарктов не было? — Да, инфарктов не было, все были довольны. А там же еще был замечательный момент. Помимо того, что рассказать о жизни на этом самом полюсе холода и сделать фильм о школе в самом холодном обитаемом месте Земли. — Простой детской школе. — Да, простая детская школа, в которой занятия у первоклашек отменяют, когда на улице минус 52. — Ну да, действительно холодно. — Да, то есть это вот, пожалуй, единственное место в России, ну и, наверное, на всем земном шаре, где первоклашки в минус 51 еще учатся. — Ну, потому что не холодно. — Ну, не холодно. — А что, в школу-то на печке, что ли, сидеть? — Ну да. — Иди учись. — А вот. А так вообще занятия отменяют в минус 57. Все, во всей школе. — Вот тут школа действительно закрывается, и приходится сидеть дома на печке. — Ну, в общем, да. То есть они выскакивают иногда так, побегать, поиграть, покататься с горки, но ненадолго. — Без энтузиазма. — Без энтузиазма. — А детей много в школе? — Детей много в школе. Значит, там во всех 11 классах порядка 150 человек. — То есть это грандиозная школа. — То есть это очень большая школа, в которой учатся дети и из самого Аймекона, и из двух маленьких поселков. Один в трех, другой в семи километрах от Аймекона. Там ходят в школьные автобусы, их с утра забирают, привозят, потом после занятий развозят. В общем, вполне нормальная, полноценная школа. — А в этом регионе существует такое понятие, как автобусная остановка? — Ну, естественно. — Она выглядит как? Как у нас? Или это все-таки что-нибудь потеплее? — Значит, остановка... Одна остановка возле школы, возле спортзала, — Это столбик? — Да, ну это как, вот крыльцо спортзала, он отдельно от школы, там крыльцо, и, в принципе, внутри этого спортзала можно постоять погреться в раздевалке. — Пустят. — Пустят. А дальше там, в поселках, вот в Берек-Урде, остановка возле клуба. Опять же, можно зайти в клуб, погреться, подождать автобуса. А в Харатумуле, по-моему, там просто столбик на площади. — Которому можно хорошо примерзнуть? — Да. — Потому что я там не совсем в этих местах, но в подобных условиях наблюдал автобусную остановку в виде большой избы с печкой и специальным человеком, который поддерживал там тепло. — А, нет, там вот такого сервиса пока еще нет. — Ну, цивилизация не пришла, хотя школа уже есть. — Школа там есть давно, школа там с 32-го года. — Ну, правильно. А основной состав, он там бывший сыльнокатержный или это современные специалисты? — Нет, нет, нет. Основной состав, основной состав вот именно там, в Аймеконе и близлежащих поселках, это якуты, которые живут там издавна. Это их родовые места. — Вообще-то их земля. — Это их земля, да. То есть это те места, куда якуты в незапамятные времена пришли, поселились и, собственно, там вот до сих пор живут, пасут коров, разводят лошадей. А где-то еще по сторонам, вокруг маленьких-маленьких поселочках и вообще в стойбищах, живут ивены, которые пасут оленей. — И которые смотрят на этих людей, живущих в тепле и в цивилизации и испытывают к ним легкое презрение. — Ну, примерно так, да. — Ну, типа эти изнеженные горожане. — Да, вот примерно так. Потому что мы-то как раз обычные крестьяне живем под открытым небом. При минус, не буду говорить, сколько. Вот у немцев постижение того, как люди живут, оно как-то по этапам раскладывалось? Или они просто один раз впали в ступор, и после этого из состояния данного не выходили? Или они видели каждый раз открывать для себя что-то новое? о, человек идет, ложка. — Я думаю, что каждый день они открывали для себя что-то новое, но для них самое-самое удивительное было то, что, в общем, народ там, в Ямиконе, живет неплохо. Что это совсем не стойбище с юртами, это нормальные дома с печками, с батареями. В общем, там живут нормальные люди, хорошо одетые. У них дома есть телевизоры, компьютеры, всякая другая техника. Есть машины, есть снегоходы. И единственное, чего там нет и, в принципе, быть не может, это канализация. Поэтому в туалет они бегают на улицу. — Немцы научились в туалет бегать на улицу? — Ну, а что делать? — Да, на сколько там недель, на столько недель бы их не хватило. — Да, то есть вот на две недели, которые мы там провели, я думаю, что они привыкли к таким условиям в первые же дни. Ну, а что делать? Тут уже без вариантов. — А к чему еще они должны были привыкать в связи с грянувшей спецификой? — Ну, все-таки к морозу привыкать-то тоже пришлось, потому что, когда выходишь и ты понимаешь, что у тебя нос примерзает к воротнику куртки, который поднят просто от дыхания, в общем... — Удивляет. — Удивляет. — За руль не просились немцы порулить в таких условиях? Не было им интересно. — Порулить КАМАЗом? — Да. — Но один парнишка у меня попросился, мы ему дали немножко порулить, в общем, он сказал да, что КАМАЗ — это супер, в общем, все здорово, но довольно тяжело. — А КАМАЗ трехосный был? — КАМАЗ был двухосный, то есть это был легкий КАМАЗ наподобие Дакаровского, но только с обитаемым кунгом. — Ну, подобие там достаточно... — Внешнее подобие. — Внешнее подобие. Естественно, там ни по агрегатам, ни по массе машины, ни по подвеске, ни почему. Это ничего общего, но тем не менее. — Немцы ожидали увидеть там медведей и мужиков в триухах, которые играют на гармошке, пьют водку? — Ну, в целом, да. — Мы не увидели? — Не увидели. — Отсутствие медведей их потрясло? — Да, ну а что делать? Я им сказал, что медведи все уснули до весны, поэтому смотреть весенних медведей будем в мае, и это их как-то так немножко успокоило. — Желательно через оптический прицел смотреть на медведя, а вообще лучше всего убегать, потому как, не дай бог, ты этого медведя найдешь. Вот наличие там цивилизации, наличие там автомобилей, немцы как-то отметили, что это немножечко превосходит их представление о нашем крае. — В общем, да, потому что по сценарию, который они заранее себе к этому документальному фильму заготовили, вот про ту же самую школу, там должен был быть сюжет про маленького мальчика, который живет на отшибе в юрте с родителями, пасет 150 коров в снегах, косит им под этим самым снегом сено, в юрте лежит большой-большой кусок льда, от которого они потихоньку откалывают кусочки для того, чтобы разогревать и заваривать себе чай. И после этого этот мальчик за 20 километров по снегу, преодолевая снежные заносы и горные перевалы, должен идти в школу. — Надеюсь, в лапчах он должен? — Ну, разумеется. А в чем же еще? — То есть они действительно подготовились и нашу суть они постигли у себя в Германии по справочникам? — Ну, они все прочитали, чтобы было только возможно на эту тему. — Сценарий переписали? То есть не стали они искать мальчика в лапчах? — Они до последнего пытались найти такого мальчика. Не нашли. — А с собой привезти не догадались? — Ну, в следующий раз. — Вот автомобильная жизнь там, она интенсивна? Или автомобильная жизнь, то есть люди выживают, техника нет? Или это в порядке вещей? Зима, минус 60, КАМАЗы катаются, немцы катаются, дети в школу ходят и воздушные шарики в воздухе. — Ну, там, для людей, которые там живут, это все в порядке вещей. Естественно, надо как-то жить, надо как-то ездить и технику там к морозам готовят. То есть, разумеется, готовят в том плане, чтобы, во-первых, была возможность где-то эту технику отогреть и все гаражи, которые там есть, они отапливаемые. Там гаражи с печкой, с большой-большой печкой, потому что иначе смысла в гараже нет. — Конечно, иначе это склеп. — Да. И в таком гараже всегда можно растопить печку и любую замерзшую машину отогреть, отремонтировать, потом ее выгонять на улицу и ехать куда-то дальше. А во-вторых, они готовят сами машины. То есть, первое, что они делают с наступлением зимы, они приклеивают второе лобовое стекло. — Из стекла? — Из стекла. — Ну, такое же родное. — Такое же родное стекло на проставке где-то в сантиметр. Его проклеивают. Самые продвинутые кладут между стеклами еще шарики силикагеля. Это нужно для того, чтобы стекло не замерзало, чтобы оно было всегда прозрачным. — Потому что штатной печки будет недостаточно по-любому. — Нет. Значит, штатной печки будет недостаточно по-любому, чтобы все прогреть, это да, а потом получается как? Стекло... — Перепад температур-то — Перепад температур огромный. Стекло покрывается ледяной коркой изнутри. И, в общем, ездить тяжело. Те, кто более продвинутые, делают такие же стекла боковые также, чтобы можно было еще там по зеркалам что-то смотреть, смотреть, что сбоку происходит. Хотя, в общем, большого трафика там, конечно, нет. — А милиционер на дороге не стоит и документы не проверяет, вежливо стучать в окошечко? — Нет. Вот последний милицейский пост был на 13-м километре от города Магадана. — После чего медведь прокурора закона Тайга. — После этого все. — Все закончилось. — Все закончилось. — А резина выдерживает? Шины, например, вот морозы минус 60 градусов. То, что у меня был эпизод, когда при минус 40 покрышка просто развалилась. — Ну, я представляю, если это была запаска, которую внезапно поставили и начали на ней ехать с хорошей скоростью, то, естественно, она должна была развалиться. А здесь есть свои технологии. — Мы к ним вернемся после перерыва на новости. Продолжаем разговор о том, как немцы погибали под Якутском, постигали российскую действительность. У нас в студии Евгений Константинов, путешественник и журналист. Телефон моей любимой радиостанции 6510996. Звоните, спрашивайте, тем более, что Женя обладает суммой невероятных знаний по подготовке автомобилей для дальних экспедиций. Когда вот вы меня спрашиваете о том, какой 200-й ленд-крузер лучше тот или этот, вот Женя, как практик, вам еще более полезен будет в ответе на эти вопросы. Так что звоните, звонки мы будем принимать. Жень, ну так что там у немцев-то в Якутии? — Ну, у немцев в Якутии все получилось. Были сняты все те фильмы, которые они запланировали. Может быть, не совсем по тем сценариям, как они сначала себе это все дело видели. Вот. А вообще там было много забавного. Например, один из этих самых фильмов был посвящен всевозможному походно-туристическому оборудованию, которое они с собой взяли, чтобы посмотреть, как оно себя поведет в минус 50, минус 60, в этих экстремально морозных температурах. Врет ли немецкая реклама, утверждая, что с этим оборудованием можно дойти до Якутска? Ну, дойти-то можно, а что делать? То есть мы, например, испытывали аварийно-спасательный набор, в котором была леска, был крючок, были какие-то там наживки для того, чтобы ловить рыбу. Все было хорошо, все было прекрасно, не было только одного, не было ледобура. Лед должен распахнуться был сам. Да, то есть лед должен был распахнуться сам, просто от взгляда. Либо от динамита, но это уже у русских, а через границу мы это привезти не смогли. Именно так. Вот. Потом тоже, кстати, забавная такая штука. Они зачем-то взяли туда немецкую стекломывающую жидкость. О, это полезно. Так. Да, то, что она у нас замерзла уже, когда было минус 40, ну, об этом. Ну, это естественно. Это, в общем, все ожидали, кроме тех, кто ее с собой туда зачем-то попер. А потом, самое главное, они так от меня и не добились ответа, что же заливают русские в такие морозы, чтобы стекла были чистыми. Я им объяснял, ну, просто вот показывал, да, что вот смотрите, мы сейчас будем ехать, у нас ничего не будет залито, у нас сухие бачки, но при этом мы щетками махать не будем, потому что чисто, потому что все замерзло, никакой грязи на дороге нет, и стекломывающая жидкость в этих условиях просто не нужна. Причем где-то до мая, наверное. Ну, где-то так, да, то есть пока не оттают дороги, пока не начнется грязь. А там уже будет плюс. У нас на первой линии, и не Алексей. Алло, Алексей. Добрый вечер. Здрасте, Алексей. Сергей, Женя, очень интересная передача, спасибо. Хочу просто, Жень, тебе передать привет от коллектива в фотошоп, помним, разумеется. Спасибо. Да, удачи тебе, очень интересно, ребят, слушаю, внимательнейше. Удачи. Да, спасибо, Алексей, привет всем ребятам. Да, замечательно, у нас Сергей на линии. Алло. Сергей, здрасте. Добрый вечер, мы с вами немножко знакомы по одноклассникам, вопрос к Евгению, я, в принципе, оператору объяснил, вот, по пути следования, Колымская трасса и все остальное, не замечали ли там присутствие или отсутствие или остатки сталинских лагерей? Что-нибудь, было такое? Ну, на самой трассе ты уже ничего не осталось, все давным-давно разобрано и все остатки сталинских лагерей находятся где-то в стороне от трассы на рудниках, на старых приисках и, в общем, специально мы туда не заезжали, хотя такие названия как... Сейчас, из головы уже... А вообще немцы лагерную тему эту как-то знали, они касались ее в сценарии? Нет, они в сценарии не касались, они вообще об этом знали, но не настолько хорошо и подробно, чтобы включать это в фильм. И, в общем, они совершенно правильно не стали акцентировать на этом внимание. То есть вы в результате просто не вышли на эту тему и на своем маршруте не нашли этих обломков, останков? Мы их не стали специально искать, хотя, скажем, мы проезжали мимо Бутерчага, я им показывал и рассказывал, что это и где это было. И потом в Магадане мы сходили в Краеведческий музей, там как раз сейчас проходит выставка картин заключенных, которые строили Колымскую трассу в 30-е годы. А там суровое краеведение. Ну, какое есть. Какой край, такое краеведение. Ну, это да. Так, и еще про немцев, про дороги. Вернемся к теме, которую мы прервали на звонки. Так, значит, про немцев, про дороги. Стеклоомывающую жидкость, они поняли, что им можно просто натирать лобовое стекло, если хочется. это совершенно ненужная вещь, но просто поняли таким эмпирическим путем. А потом они привезли с собой спальники экстремальные. Рассчитанные на минус 15. Нет, 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 они действительно спальники, которые были рассчитаны, там, комфортный температурный режим минус 35. Летние, то есть. Но они более морозоустойчивых спальников, видимо, не нашли, но нашли то, что у них есть в Германии в продаже самое-самое такое теплое. Но это фантастическая цифра для немцев. Для немцев минус 35 это нереально. А так не бывает? Так не бывает. И, в общем, мы это все дело на себе испытали. Я тоже поспал в таком спальнике на улице. Соломку подстелил? Я подстелил пуховик. Потому что, ну, спать, да, потому что спать даже в спальнике на снегу это неправильно. То есть, должна быть все равно какая-то прослойка. Вот. И, в общем, первые три часа было хорошо. Было тепло и комфортно. А вот потом спальник начал промерзать. А вот потом надо было уже что-то делать с ночлегом. Да. Немцы сдались? Не стали упорствовать? Ну, тех, кого с утра откачивали, они потом благодарили за то, что вы их спасли, нет? Нет, но мы, в общем, там потом менялись благополучно. Немцами. Немцами. Да, в спальниках. То есть, они там какое-то время спали, вылезали, там потом другие, те, которые не верили, что там холодно, залезали туда, застегивались, говорили, да, тут действительно холодно и вылезали. И убегали греться к русской печке. Конечно. Ну, уже русские знают правильный ответ. Ну, они с собой вообще, в принципе, много чего такого притащили? Ну, они много, много всякого забавного. Железо не крошилось у них никакое? Нет. Нет, железо не крошилось. То есть, вот такого... То есть, нужно было подождать все-таки 80 градусов? Ну, чтобы крошилось железо, на это железо должны были какие-то нагрузки быть дополнительные, скажем. Как, например, у КамАЗа случилось. Ну, да. Вот. Хотя, в общем, у КамАЗа там сложно сказать, в чем была изначально причина. Но рано или поздно это с каждым КамАЗом происходило. А, кстати, там где-нибудь по этому региону хоть одна немецкая машина, как «Привет из Родины» не постричалась для них? Там «Мерседес» какой-нибудь заваляющий, там «Гелетваген» мимо продущейся. Ни одной машины не было, потому что основной транспорт это все-таки всевозможные грузовики. Да, вот среди грузовиков там были «Мерседесы» и «Маны». Немножко. Два или три за всю дорогу. То есть, все-таки хоть маленькое немецкое присутствие, но в этом регионе... чуть-чуть было. А легковых машин нет. Легковые машины там сплошь японцы и в основном полноприводные. Вне зависимости от того, правый или левый руль? В основном правый. Ну, правильно. Левый руль стал появляться совсем недавно, вот буквально в последние годы в крупных городах. Там стали покупать люди новые машины на левом руле. А вот чем дальше от крупных городов во глубину? Там вообще как присутствует цивилизация? Там интернет, сотовая связь, бензоколонка? Ну, бензоколонка как таковая, она, в общем, есть практически в каждом обитаемом поселке, но где-то это действительно колонка, а где-то это гараж коммунхоза, в котором стоит большая бочка солярки, из которой можно там немножко себе нацедить. А почем солярка? Солярка от 36 до 45 рублей по трассе. Ну, да, в общем, жить можно. У нас Алексей на линии. Алексей, здравствуйте. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Подскажите, а вот после такой туристической поездки немцы не задавались вопросом, вот именно, да, экстремальные условия, но зачем там жить, если при не столь густонаселенной России вообще есть гораздо более комфортные места, и смысл здесь вообще пребывания людей как таковой? Ну, нет, такого вопроса они не задавали, они воспринимали присутствие людей там как должное и само собой разумеющееся, и, в общем, восхищались тем, как люди умудряются вот эти условия делать себе пригодными и комфортными для жизни. А принимали это как данность? Они принимали это как данность? Раз люди здесь живут, значит им надо. А зачем им надо? Это уже никого не касается. Именно так. Они ходили там вот вне что называется туристического маршрута в магазин куда-нибудь, вот в такие места обычного пребывания людей? Естественно, а там же никакого туристического маршрута нет, как такового, но откуда? Ну да, там ввиду отсутствия полного туризма как такового. В общем, там туризм есть только такой самодеятельный, то есть там собрались, поехали, посмотрели. И плюс еще сейчас есть в Якутске, в Магадане туристические компании, которые более или менее как-то цивилизованно возят народ, ну то есть скажем, привезли микроавтобус с туристами, потому что макроавтобус не набирается, они туда вышли, сфотографировались возле стелы полюс холода, самые смелые разделись до трусов, сфотографировались в таком виде. И умерли там же. Да, и потом быстро бегом-бегом-бегом в этот автобус и дальше уже ехать в Усть-Неру или еще в какой-то более крупный населенный пункт, где есть гостиница, там ночевать. Когда машина сломалась, немцы оценили этот нюанс? Или они считали, что все само как-то вылечится? Или они поняли, что вот в эту секунду у них начался риск для жизни? Ну, я думаю, что они по-разному оценили ситуацию. А вот, потому что кто-то просто подошел и сказал, ребят, если надо помочь, вы обращайтесь, мы вам поможем, что-то сделаем. А осветители совершенно великолепно, вот без всяких напоминаний, без всяких лишних слов, они просто достали свет, выставили вокруг машины и обеспечивали нам для ремонта хорошее световое поле, потому что к тому моменту, когда развалился подшипник, уже начало смеркаться. А кто-то просто залег спать в Кунге, включив печку, кто-то очень переживал, поедем мы или нет, все отреагировали очень по-разному. По крайней мере, унынию не предался никто. Да, в общем-то, в общем, нет. А, эти русские, подумаешь, у них КамАЗ накрылся, сейчас они что-нибудь сделают, это же русские. Да, вот. И в какой-то момент, когда у нас ремонт немножко задянулся, они так вежливо поинтересовались, скажите, а насколько аварийна наша ситуация? А, все-таки что-то понимать начали? Нет, они все прекрасно понимали, но они, в общем, особо так не суетились и стойко воспринимали то, что у нас происходит. И самое главное, что их беспокоило, это успеем ли мы все починить, чтобы они успели на самолет. То есть, немцы, они как люди, они все разные. Ну, естественно. А поморозились они в результате? Вот столкновение с нашим русским севером их как-то чисто физически тронуло? Ну, хотя до уха отвалилось? Нет, уха ничего такого не было, в общем-то, они представляли, куда они едут, зачем они едут, но половина групп ходила в соплях. Ну, это нормальная реакция. Да, вполне. Ну, потом рукавовы научились утираться и поняли, что это тоже не опасно для здоровья. Это опасно для эстетики, не более того. Да. Вот они увидели какую-то разницу, что, например, местные ходят, условно говоря, вылезли из ярангии местные дети в лаптях, но в шкурах, и им тоже такое захотелось? Или они остались детьми цивилизаций, но ты ответишь на этот вопрос после перерыва новостей. У меня в студии автомобильный журналист и путешественник Евгений Константинов с дручным визитом, посетивший Якутию, показавший немцам, что такое минус 50 с хвостиком. Ну, так как там немцы-то на русских северах? Да, в общем, ничего. Некоторым даже понравилось, некоторые сказали, что еще сюда вернутся, и не раз. Ожидание оправдало? Я думаю, что они представляли себе все совсем иначе. То есть, судя по тому, какой у них был сценарий изначально, и что мы в итоге сняли, я думаю, что очень много стереотипов у них сломалось относительно России, относительно морозов. И, в общем, больше всего их, пожалуй, потрясло то, что там живут совершенно нормальные с европейской точки зрения люди, которые также по-европейски одеваются, они не ходят в шкурах, они не живут в герангах, они живут в нормальных домах, хотя, в общем, дома у них тоже довольно забавные. Вот, скажем так, немцы это не поняли, а вот с нашей среднерусской точки зрения в общем, есть нюансы, скажем так, потому что если мы возьмем любую русскую избу, вот, что здесь, что там, скажем, в Карелии, или в Архангельской области, или в Вологодской, в общем, любой вот такой традиционный русский север, это будет изба достаточно большая, где все собрано под одну крышу, но при этом там будут маленькие двери, низкие потолки, маленькие окна, там будут тамбуры между дверями, так вот, у якутов все не так, вот, совершенно не так, там действительно изба, но бревна, из которых избы в основном сложены достаточно скромные, то есть это вполне себе такие типа наших дачных домиков, да, это не те бревна в два обхвата, когда ты кладешь шесть бревен друг на друга, и вот уже получается стена, там все гораздо тоньше, а плюс к этому у них совершенно нормальные потолки, там 2,70-3 метра, у них здоровенные окна, и у них ни у кого нету тамбров, максимум есть терраска, то есть вот все построено по канонам подмосковных дач, а внутри сколько там у них считается нормальной для выживания температуры? Ну, внутри у них тоже тепло, то есть они постоянно топят печку всю зиму, они начинают топить печку в сентябре, заканчивают ее топить в июне, и они за зиму, за топительный период сжигают там 50-60 кубометров дров, я так вот для справки скажу, что у нас здесь в средней России обычно на зиму уходит 6-7 кубов, максимум 10, это где-то там уже на севере, если большой дом, который надо весь топить, то есть разница получается так в 10 раз. В этом как раз и есть суровость разницы. Немцы этот момент не отследили? Немцы этот момент не отследили, потому что это такая довольно тонкая вещь, которая надо понимать, а надо сравнивать. Поскольку все было экзотикой, поэтому какая разница, экзотика шла оптом. Сергей у нас на линии, здравствуйте, Сергей. Добрый вечер. Здрасте. Добрый вечер. Хотелось бы вашему гостю вопрос задать. А удалось немцам посмотреть оригинальную зимнюю якутскую рыбалку, как они заезжают на Лену, в Мунку заезжают с буханочкой свои. В буханке у них ключок такой проделан, открывают ключок и прямо с буханки рыбачат рыбку. В буханке стоит у них печурочка, чайник. Не доводилось? Нет, вот с буханкой такого не было. Мы там там у них на реке действительно есть палатка с печкой. В этой палатке просверлена лунка. Но на удочку ничего у нас не поймалось. Как-то вот там видимо был не сезон, рыба спала и было очень холодно и лениво двигаться. Поэтому мы там ставили... Наверное, не максимум, да? Да. Ну вот мы там ставили сеть под лед на Хариуса. И в общем таким образом были с рыбой. А потом ее... Интересная, конечно, поездка. Просто мне доводилось там бывать в тех краях. У меня товарищ у меня даже на Москвиче 41-го умудрялся проехать этот пустенчик километров 350 по зимнику. Молодец. Экстрим там полнейший, да? Молодец. Я вам завидую. Там, конечно, красотища вообще неописуемая, не забываем. Там, да, там замечательные совершенно виды, там фантастическая красота. Экстрим для 41-го Москвича... Надо просто побывать и потом уже этот вопрос сам с собой отпадет, увидеть это все. Это да. Но Экстрим для 41-го Москвича, собственно, я думаю, состоял в том, что это именно 41-й Москвич. И что там было самое главное, чтобы он все-таки хоть как-то доехал. Москвич идеологически машина это не ущербная. Его всегда подводило качество исполнения. А печка у него тепленькая, а сединица у него удобненькая, а салончик у него нормальненький. Это да, но вот вопрос в том, что у него и в какой момент отвалится... Все и всегда. Да, вот это как раз всегда все портило. А если еще в ямку бух, то вообще ужас просто. Алексей у нас. Здравствуйте, Алексей. Вечер добрый, Сергей. Здрасте. И Евгений, естественно, тоже. Сергей, хотелось бы вас поблагодарить и поздравить с почином. Наконец-то вы вняли моей, в частности, просьбе о гостевых эфирах. Это очень здорово. Это кайф. Да, Алексей, да. Про жилетки начинают доставать уже. А Евгению хотел бы задать такой вопрос. Даже, наверное, два вопроса. Первое, какова была цель вообще всей этой экспедиции? Ну, естественно, кроме того, чтобы поморозить немцев. И второе, вот что в подобных экстремальных вещах, да, там, в условиях усталенности, там, в условиях, там, низких температур и прочих, что главное вообще? какие-то пункты основные, да, как себя нужно держать, чтобы, ну, громко скажу, выжить в такой ситуации, допустим, если вдруг судьба забросит. Ну, я понял. Вопросы, с первым вопросом все очень просто. Я уже говорил о том, что это были не просто туристы, это были кинодокументалисты, которые за две недели, которые мы провели на полюсе холода, успели снять целых три фильма. И эти фильмы будут показывать в Европе по европейским телеканалам. Пугать Европу. Да, будут показывать, как еще могут жить люди. А что касается второго вопроса насчет выживаемости, ну, самое главное, самое главное, это сохранять тепло. То есть, если, скажем так, вот вы едете на автомобиле, и с автомобилем что-то происходит внезапно, да, он заглох, да, или вы зацепили обочину, и вас унесло в кювет. Самое главное, это надо рассчитывать только на свои силы, потому что, когда кто-то здесь еще проедет, это неизвестно. А, во-вторых, надо понимать, что вот сейчас вам тепло, а через час, через два, через три будет холодно. Очень холодно. По-моему, секунд через 20 будет холодно. Нет, 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 секунд через 20 холодно не будет, потому что организм все-таки тепло набирает и постепенно его отдает. А холодно будет по-любому. Поэтому, если начались какие-то приключения, первое, что надо сделать, надо утеплиться. То есть, если в багажнике лежит сумка с теплыми вещами, надо не полениться, ее достать, на себя надеть. А потом уже дальше думать, как выбираться из какой ситуации и как себя там дальше согревать. А вообще-то готовиться к зимовке в этом месте. Потому что следующая машина будет не скоро, а выбраться удастся тоже не всем. Поэтому сидим здесь и ждем. Ну, это совсем уже пессимистичный сценарий. Ну, так оно всяко бывает в этой жизни. Всяко бывает. Сергей у нас на линии. Здравствуйте, Сергей. Алло. Здрасте. Это Сергей Осипов. Жень, привет. Привет, Сереж. Рад, что ты вернулся. Так все рады, что он вернулся. Жень, расскажи, у тебя уже было такое приключение, поездка с немцами же в Чукотку, да? Теперь Якутия. В чем разница и в чем схожесть этих двух путешествий? Ну, разница совершенно очевидна, потому что здесь мы ехали одной большой группой снимать фильм о том, как живут люди. А там, на Чукотке, это был совершенно другой проект. Это был проект пройти Чукотку на автомобиле, что, в общем, удавалось немногим. была у немцев моих даже такая идея попытаться пересечь Беринга в пролив по льду и перебраться на Аляску. Но это совершенно другая история. Ну, скажу, что на автомобиле Чукотку мы пересекли, мы добрались до крайней точки, до Уэлена. Ну, и на этом вся та экспедиция закончилась. А здесь все-таки были более обжитые, более цивилизованные места, мы все-таки не были в отрыве от всего мира, и мы ехали снимать фильм. То есть уж по городам, так по городам, уж покутили, так покутили. А вы какую-то специальную еду с собой, вот вы заморачивались по поводу того, что с собой взять для выживания, или достаточно было сориентироваться на местную колоритную кухню, там кусок хлеба, тушенка, или немцы брали с собой специальные присадки к организму? Нет, специальных присадок они в этот раз не брали. А раньше брали? Ну, в прошлый раз, когда мы ездили на Чукотку, они набрали с собой всевозможных сникерсов, там энергетических батончиков, и всего-всего. А вот закончилось это тем, что пришлось мне на багажник привязать половину оленей туши и сказать, что питаться мы будем вот этим. Это было очень по-русски. Они не попросили у тебя ветеринарное свидетельство и подтверждение того, что это свежее мясо? Или сказать, черт с вами, в конце концов, водка все... Ну, они махнули рукой и приняли все это как есть. Это было в тот раз на Чукотке? Это было в тот раз на Чукотке. А сейчас, в общем, мы питались тем, что у нас было по дороге, благо, все-таки были не совсем в отрыве от цивилизации, были магазины, были те же самые оленеводы, у которых можно было просто купить кусок мяса и потом его зажарить. Мы, опять же, там, по мере силы возможностей ходили на рыбалку. И готовили что-то под открытым небом? Нет, нет, нет. Значит, мы жили в совершенно нормальном доме, такой большой дом на две половины, и тетушка, которая хозяйка этого дома, Тамара Егоровна, местный краевед и хранитель Аймеконского маленького музея, она нас там принимала, и она же нам готовила еду. То есть, у вас была женщина на хозяйстве, которая могла вас как-то спасти, обогреть, если что. Разумеется. А немцы черный хлеб, как они там его нашли, они его попробовали, они с ним знакомы были? А в этот раз в Аймекон в навигацию ржаной муки не завезли, поэтому хлеб пекли только белый. И немцы оказались в ситуации знакомого им, понятного белого хлеба. Да, но белый хлеб на самом деле там пекут очень вкусно, очень ароматный, классный хлеб, и немцам очень понравился. Немцы уехали писать новый сценарий, через какое-то время вернуться. Я думаю, да. Так же, как и ты, к нам в эфир. Спасибо, Женя.